Дорогие друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нашей программе. Это Хлебный край, и мы продолжаем рассказывать о жизни и заботах сельчан. К концу года краевые депутаты планировали принять проект социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Документ разработан региональным Минэкономразвития. По предводительным данным, на реализацию всех мероприятий долгосрочной стратегии будет направлено свыше 7 трлн рублей. Из них около 2 трлн средства консолидированного бюджета региона. В агропромышленном комплексе данная стратегия предусматривает к уровню 2018 года двукратный рост производства пищевых продуктов. Этот результат должен быть получен за счет развития Алтайского пищепрома и расширения экспортных возможностей. Так, объем экспорта по расчетам специалистов, готовивших данный документ, в 2024 году по отношению к 2018 вырастет почти на 130%, а в 2035 на 250%. Сырьевой базой для таких рекордов, разумеется, станет урожай сельскохозяйственных культур. Например, сбор зерна с 2035 года будет превышать ежегодно 6 млн тонн. Ну а как может выглядеть стратегия развития района в крае? Поговорим об этом с экспертом. Сегодня у нас в студии директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского госуниверситета Степан Межов. Степан Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, Рима Николаевна. Еще весной вами был представлен стратегический проект развития нескольких районов края. После чего эта работа у вас начиналась? Ну, работа эта начиналась с момента, в общем-то, целенаправленная работа, с момента получения статуса опорного университета Алтайским госуниверситетом, согласно которому опорные университеты должны заниматься региональными проблемами. В общем-то, в повестке любого университета, даже и не опорного, в фокусе его исследований, проектов и, в общем-то, и образовательной политики должны быть проблемы региона и направления его развития. Поэтому вот с этого мы начинали. Мы придумали такой проект, который направлен на устойчивое развитие. Решили начать с малого, это, в общем-то, с ядра экономики Алтайского края, это с его муниципальных образований, поскольку именно там основные сложности, в общем-то. Ну и для нас в целом и интересная подобная работа. Помочь людям, которые там живут, увидеть какие-то новые, наверное, перспективы, новые возможности для того, чтобы жить качественно, оставаться в Алтайском крае. Поскольку не секрет, сейчас основная проблема, и вот сейчас об этом много говорится, и недавно прошел в Москве, в Санкт-Петербурге форум стратегического планирования. И там везде говорится о том, что именно повестка — это проблема муниципалитетов. Это демографические проблемы, это ЖКХ, это инфраструктура, это развитие, там, поиск новых точек роста, предпринимательская активность и так далее. Вот здесь, думаю, что университет и, в частности, наш институт может, ну, думаю, хорошо помочь нашим и органам исполнительной власти, в общем-то, и жителям Алтайского края улучшить свою жизнь. — Степан Игоревич, вот в основе Ваших проектов лежит принцип эффективного использования имеющихся ресурсов. Что же нужно вот в итоге для достижения этого? — Ну, понимаете, в чём дело. Вот не скажу, что манипулирование, но использование количественных оценок роста, развития, там, качества жизни, оно зачастую в этой действительности. То есть в реальности, вот, например, прогноз Валова, прогноз роста экономики в России, прогноз был 2,1%. Сейчас он уже 1,7%. Что с этим делать? И вообще при таком росте видят ли жители, например, Алтайского края и муниципальных образований, как это отражается на их реальной жизни? Ну, я думаю, вряд ли. Поэтому мы здесь подошли к какой проблеме? Ну, и, в общем-то, и стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, вот, которая сейчас широко обсуждается и, думаю, будет принято, она как раз фокусирует своё внимание на развитии человеческого капитала. То есть, и это сейчас тренд общероссийский такой, национальный, искать людей, активных людей, заинтересованных в том, чтобы улучшать свою жизнь на том месте, где они живут, и помогать им с точки зрения создания качественной, хорошей среды для их жизни. И вот мы подходим именно нашим проектам вот с этих позиций. То есть наш проект направлен на людей. Вы знаете, какой парадокс в нашей жизни? Как раз вот такие инициативные, активные люди в первую очередь и покидают регионы. Ну, к сожалению, да. Здесь можно согласиться. Но покидают, да. Я здесь с вами соглашусь. Миграция достаточно серьёзная. Но посетив ряд районов Алтайского края, ну, не секрет, что мы сейчас работаем с Советским, Смоленским и Алтайским районами. В общем-то, и мы туда несколько раз приезжали и общались и с жителями, и с главами районов, ну, и с теми людьми, кто там живёт. Ну, достаточно количества хороших, активных, молодых людей, которые рады жить и работать там, где они живут, в этих районах. Но им необходима помощь в части, например, развития каких-то там предпринимательских компетенций, в части помощи, например, показать им, какие возможные траектории, направления их развития. То есть, чтобы они пригодились, там, могли зарабатывать и могли, в общем-то, достойно жить. А вот теперь практическую сторону можно пояснить? Вот существует ваша разработанная стратегия, она лежит, ну, на столе у руководства района. Что дальше? Что дальше от этого документа? Какое его движение? Ну, вы сейчас задаете вопрос, конечно, по, в общем-то, по методологии стратегического планирования, что дальше? А дальше, конечно, там должен быть разработан механизм, ряд муниципальных программ. В общем-то, этап реализации стратегии — это следующий, в общем-то, важный этап. Да, понятно, что стратегия без ресурсного обеспечения, без вот этих механизмов ее реализации, она, в общем-то, ну, от нее мало пользы, как бы, да? Но этот документ должен быть. На вот семинаре, который состоялся в апреле, организованном Министерством экономического развития Алтайского края, где были собраны главы экономических служб, там как раз и говорилось об императивности или обязательности наличия таких стратегий. Более того, участвуя вот в форуме стратегическое планирование, там проводится регулярно конкурс муниципальных стратегий. И их уже знают на федеральном уровне, эти сельские, там, ряд сельских поселений, как передовиков, там, Татарстан, Липецкая область. Было бы здорово нам заявиться со стратегией одного из муниципальных образований районов нам туда. Мы планируем на следующий год это сделать. Но стратегия — это не наша, в общем-то, не сама цель и не самый главный результат. Стратегия, она позволит нам выстроить такую непротиворечивую, в общем-то, будет основой для непротиворечивости наших проектов и ряда следующих документов. Мы хотим наполнить эти стратегии потом проектами в области экономики, социальной сферы, в области рационального природопользования, в области экологии. Будут у нас проекты связаны, мы их называем сквозные, с ГИС-технологиями, где мы разработаем и уже начали разрабатывать ГИС-карту, ГИС-регион. Такой проект, на который будем отражать слоями все те данные, которые мы будем, в общем-то, получать в результате нашей работы. В своей презентации вы использовали, я имею в виду апрельскую презентацию. Самый семинар, наверное, о котором вы говорите. Что должны быть опорные территории для роста и повышения качества жизни населения. Так вот, как эти опорные территории должны выглядеть и сколько их должно быть в крае? Проект стратегии развития края, социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. В общем-то, и на этом докладе был отмечен ряд, так скажем, агломераций, так назову более точно ряд кластеров, вокруг которых будет, в общем-то, фокусироваться, видимо, аккумулироваться развитие Алтайского края. Там их несколько было. Ну, отвечая на ваш вопрос, ну, чем больше, тем лучше, я думаю, что опорные территории, вот как раз наша задача, здесь, конечно, задача власти, эти опорные территории, в общем-то, как они должны выглядеть, это вообще-то районное планирование, территориальное планирование, чем занимается наша власть. Мы здесь можем помочь в части выявления неких заезженных слов точек роста или тех территорий, где есть перспективные направления ведения бизнеса, есть хороший потенциал для развития дальнейшего экспортной возможности, и вокруг этих территорий пытаться выстраивать какие-то интеграционные связи. Кстати говоря, это очень серьезный вопрос, знаете, одна из проблем, вот как раз наша российская, это не очень хорошая способность договариваться. И вот сейчас вспоминаем старые советские вещи, вот эти хорошие, да, это вот кооперативы, кооперационные связи, которые, в общем-то, в районах там где-то сохранились, где-то разрушены. Поэтому я думаю, что опорные территории — это вот как раз интеграционные хорошие связи, это центры коллективного пользования, межмуниципальные проекты и так далее. Вот я думаю, что основа хорошего качественного развития будет лежать здесь, но это сложная проблема. Мы ее затрагиваем в нашем проекте, здесь вопрос договориться, вопрос власти, вопрос, кто главный, вопрос, в общем-то, и денег. Но знаю, что сверху это очень приветствуется. То есть хватит сидеть всем поодиночке, нужно, наконец, объединяться и всем миром решать свои проблемы. Да, я думаю, что все это понимают. Но на практике это сложно реализовать, потому что это надо совершить некоторые усилия, как где-то мне понравилось выражение. Для изменений надо подождать либо желание, либо понедельник, желание что-то изменить. Поэтому, думаю, здесь понедельника, наверное, ждать не надо. Желание есть, надо просто садиться. Кстати, один из таких вот вариантов, мы проект такой проводили семинар в Белокурихе, поскольку Белокуриха, в принципе, очень такой хороший, я имею в виду курорт Белокуриха, это некий такой как раз бизнес, который, в общем-то, распространил свое влияние на ряд ближайших районов. Это и Солонешинский, Алтайский, Смоленский, в общем-то. И мы собирали семинар, посвященный вот как раз кластеру с ядром в Белокурихе, приглашали туда представителей тех районов сопредельных. И они очень заинтересованы именно вот в развитии вот этих экономических связей с курортом Белокуриха и с другими курортами, которые там находятся. Это очень, думаю, мы доведем этот проект до конца. Это очень интересная будет такая практика для других районов, для других муниципальных образований. Но нужен такой хороший партнер, понимаете? Но как ни крути, нужен, когда говорят о точках роста, в принципе, это хороший бизнес. Ну, хороший бизнес в Алтайском крае есть, в муниципалитетах есть. Просто, ну, надо им предлагать такие условия, которые будут, в общем-то, интересные. Есть ряд хороших примеров, когда бизнес развивает территорию вокруг себя. Ну, поэтому у нас все есть для этого. — А когда, так скажем, конечная дата, когда ваш проект будет готов? Ну, вот касаемо вот этих районов Алтайского, Смоленского. — Ну, он никогда не закончится, во-первых. Есть, конечно, как у любого проекта. Но он получается, видите, как проект в названии, в общем-то, слово «развитие», а это означает уже, как бы, он не должен заканчиваться, правильно? Вот, понятно, что он будет продолжаться, я надеюсь, столько, сколько будет, в общем-то, и Алтайский край. Но мы определили для себя результаты, там, 19-го, 20-го года. В общем-то, идея-то в том, что мы хотим, помимо того, что мы будем предлагать проекты, у нас есть ряд проектов, например, по оценке агробиопотенциала, там, оценка температурных режимов на почву, есть образовательные проекты с увлечением школьников и молодых людей в предпринимательство, есть вот ГИС-карта у нас. То есть у нас уже есть реальные проекты, которые мы можем показывать, и мы уже их показывали, и, в принципе, они положительно были оценены экспертами. Вот, и то есть у нас каждый год будет потихоньку расширяться, проекты будет, портфель проектов будет постоянно пополняться, ну и более того, мы ставим задачу тиражирования нашей вот этой работы, наших практик на другие муниципалитеты, и не только Алтайского края, но и других регионов. То есть мы хотим, как бы, видим свою задачу и в продвижении интересов муниципалитетов за пределы Алтайского края, то есть чтобы о них знали, и чтобы мы послужили привлечению лучших практик других муниципальных образований, делились с нашими, в общем-то, с нашими районами теми положительными примерами, организации работы, будь то кластер, будь то экспорт продукции, будь там какие-то технологии, может быть, организации бизнеса в определенных сферах, будем делиться ими с нашими предпринимателями, с нашими главами районов. Благодарю вас, что вы сегодня были у нас в студии, всего доброго. Спасибо, спасибо, до свидания, Рима Николаевна. По данным за 10 месяцев уходящего года, 4 хозяйства региона добились среднего надоя на одну корову, выше 7 тысяч килограммов. Возглавляет краевой рейтинг агрофирма «Урожай зонального района». Там получили по 7 тысяч 735 килограммов молока от каждой буренки. На втором месте сельхозпредприятие «Урожайное» советского района с надоем 7 тысяч 655 килограммов. Третьим идет зональное хозяйство «Октябрьское». Его показатель 7 тысяч 634 килограмма молока. Замыкает список лидеров. Олейское хозяйство «Золотая осень» с продуктивностью 7087 килограммов. О трудовых достижениях других работников Алтайского агропрома в рубрике «Сергея Маркова». Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно познакомить сегодня вас с достойными людьми, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и которые отмечают свой собственный праздник – День рождения. 11 декабря день рождения был у Ивана Лора, депутата Государственной Думы от Алтайского края, члена Комитета по аграрной политике. Трудовую деятельность он начал в 1976 году трактористом в совхозе Плотниковский Каменского района. И с тех пор навсегда оказался связан с заботами Алтайского села. За свою преданность выборному делу пользуется огромным и неизменным уважением земляков. Иван Иванович дважды возглавлял Алтайское краевое законодательное собрание. В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы 7-го созыва выступил с автором 11 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Иван Иванович имеет многочисленные государственные награды, в том числе золотую медаль за вклад в развитие агропромышленного комплекса России и орден за заслуги перед Алтайским краем второй степени. 13 декабря с 50-летним юбилеем поздравляли Наталью Островерхову, оператора машинного доения хозяйства Комсомольска и Павловского района. Наталья Владимировна на протяжении многих лет остается преданной выбранной специальности доярки. Пользуется заслуженным авторитетом в трудовом коллективе. Наталья Островерхова – участница клуба лучших животноводов Алтайского края. В 2018 году от каждой из 30 закрепленных за ней коров получила по 8602 килограмма балака. Для именинников в нашей программе музыкальный сувенир. Звучит музыка. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Музыка 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 Музыка